Раздача призов в сфере туризма – важное событие для тех, кто работает в туристическом бизнесе. С одной стороны, это признание, с другой – дополнительная мотивация. Приятным сюрпризом вручение Большого Якобса стало для Венсполского Олимпийского центра, который получил этот приз за работу Венсполского парка приключений. Один из критериев оценки – количество посетителей. Венсполский парк приключений в этом году уже установил рекорд. В прошлом сезоне парк посетили 340 тысяч человек, а за 9 месяцев этого года посетителей уже 380 тысяч. Чтобы удержать интерес, все время надо думать о том, чем удивить и что предложить посетителям. У нас есть мечта, цель. Я говорю конкретно о родделе. Сейчас положение такое, что у нас проект есть, но еще есть некоторые вопросы, которые нет ответа. И самый главный вопрос – у нас в приключенческом парке надо такую аттракцию, чтобы в марте, когда есть такие тихие месяца, вот март, апрель, вот сейчас ноябрь, декабрь, снега нету, солнце, оно сегодня светит, но это хорошо. Ну и надо, чтобы мы хотим так циклически работать, весь год, чтобы люди ходили, весь год. В ближайшие дни в Литву отправится делегация от Венсполса, чтобы познакомиться с работой роддельной трассы, с целью в дальнейшем построить подобную в Венсполсе. Удобно там сидит отец, например, мама, ребенок, стекло, чтобы ветер не дунул. Как машина там, будет нормально. Роддельная трасса может работать при любых погодных условиях, значит в парке будет чем заняться и в малопосещаемые месяцы. Татьяна Саксаганская, Андрей Кулыгин, Курзымское телевидение.